Очень долго и, как следствие, необходимость больших вычислительных мощностей, а также в этот алгоритм довольно сложно внести изменения, и в нем используются более длинные ключи. Асимметричное шифрование может применяться к системам, в которых многим пользователям может понадобиться зашифровать или расшифровать сообщения или пакет данных, особенно когда скорость и вычислительная мощность не являются приоритетом. Простым примером такой системы является зашифрованная электронная почта, в которой открытый ключ может использоваться для шифрования сообщений, а приватный ключ для их расшифрования. И далее это хэширование. Хэширование или по-другому хэш-функция или функция свертки – это алгоритмы, которые в некотором смысле не используют ключ. Это одностороннее шифрование, при котором с использованием алгоритмов хэширования начальные данные, независимо от их длины, превращаются в битовую строку фиксированной длины. Опять же, это можно увидеть на слайде. Тут слово «фокс», а потом в следующей строке целое предложение, но при этом вывод идет одинаково по размеру. При помощи алгоритмов хэширования возможно преобразование больших объемов информации в строку двоичных чисел и определенной длины, которую трудно имитировать. Таким образом, хэш-функции обеспечивают изменение, измерение целостности пересылаемых файлов. Два разных сообщения, содержащие различную информацию, не могут иметь одинаковый хэш. Однако существует такое явление, как коллизия, о котором было недавно сказано, когда разная информация после хэширования имеет идентичный хэш или идентичную хэш-функцию, но такое происходит крайне редко, поэтому можно все равно говорить о безопасности хэширования. Хэш может использоваться в качестве цифровой подписи или для шифрования и хранения паролей. Например, когда мы забываем пароль от какой-то социальной сети или почты, и мы запрашиваем пароль, и нам приходит набор каких-то букв и цифр, это точно такой же наш пароль, только прошедший процесс хэширования и уже выглядящий именно как хэш-функция. И такой хэш также подходит для нашей страницы и может дать нам доступ к ней. Метод хэширования является ключевым моментом в технологии блокчейн. Он в основном касается защиты целостности данных, проходящих через блокчейн-сети. И также стоит отмечить в целом преимущества криптографии. Первый пункт – это конфиденциальность, то есть использование криптографии защищает конфиденциальную информацию от незаконного доступа. Далее – неотрекаемость и аутентификация. Это значит, что сообщения, которые зашифрованы частным ключом или подписаны цифровой подписью, подтверждают личность заявленного отправителем. Контроль и управление доступом. Криптография, используя различные алгоритмы шифрования, обеспечивает ограниченный контроль доступа к хранящейся или передаваемой информации. Благодаря этому расшифровать сообщения могут только держать ли секретных ключей. Проверка подлинности означает, что криптографические методы, такие как аутентификация сообщений и цифровые подписи, могут защищать информацию от подмены или подделки. И последний пункт – это целостность данных, то есть криптографические кэши используются для сохранения целостности сообщений. И в конце хотелось бы подвести итоги, то есть еще раз повторить аспекты, которые были затронуты в презентации, а именно в ней мы разобрали основные виды шифрования и их особенности. Также мы рассмотрели примеры различных методов шифрования и посмотрели, описали преимущества и недостатки каждого из методов. Спасибо, спасибо. Сейчас Абузярова. Это я? Да, давайте. Так, есть кино? Да, давайте. Все классно. Итак, всем добрый день. Меня зовут Абузярова Лейла. Я студент группы НБИБД 01.19. И сегодня я расскажу доклад о тему трансфорсии Computing Initiative. Итак, прежде чем я приступлю непосредственно к докладу, хотелось бы сделать пару слов о том, что вообще предстоит узнать и услышать. В первую очередь будет раскрыта сама суть понятия трансфорсии Computing, а также обозначены основные принципы и основы, которые оно в себе носит. И также будут освещены понятия и процессы, являющиеся по своей сути неотъемлемой частью его существования. Итак, одним из наиболее важных и перспективных направлений информационных технологий является надежное и безопасное программирование. В более широком смысле в современной англоязычной терминологии данный термин звучит как трансфорсий компьютинг, что в буквальном переводе означает «вычисление заслуживающей доверия». По своей сути, безопасное программирование – это такая методика разработки программного обеспечения, которая предотвращает случайное внедрение уязвимостей и обеспечивающая устойчивость к воздействию вредоносных программ, ну и также несанкционированному доступу. То есть, по своей сути, баги и логические ошибки являются основной причиной появления уязвимостей программного обеспечения. Давайте поговорим о задачах, которые выполняет данная инициатива. Основная суть инициативы TWC заключается в том, что безопасности необходимо уделять особое внимание, особенно при разработке программной системы, начиная с самых ранних этапов. Однако этим инициатива не исчерпывается. Смысл и цели ее гораздо шире и охватывают также экономические, юридические аспекты и человеческий фактор. Главная задача данной инициативы – обратить внимание фирм-разработчиков на важность обеспечения определенных требований на каждом из этапов разработки программного обеспечения. В настоящее время существуют разнообразные технологии разработки безопасного программного обеспечения. Давайте рассмотрим качество программ, которым в наше время придается особое значение, и которые также стали основой данной инициативы, провозглашенной в 2002 году корпорацией Microsoft. Также эти качества называют четырьмя колоннами безопасного программирования. К ним относится в первую очередь безопасность. Что представляет из себя безопасность? Ну, безопасность – это реализация и использование в любой программной системе действенных мер защиты от внешних атак. Также это использование специальных методов разработки программ, направленных на достижение этой цели. Суть данного принципа заключается в том, что программа должна не только уметь защищаться от внешних угроз и атак, но и также должна сохранять работоспособность после их отражения. В настоящее время этому придается особое внимание, так как ввиду широкого распространения сетей и ввиду усложнения архитектуры программ появилось гораздо больше возможностей для хакерских атак, последствия которых могут быть очень серьезны, так как использование программного обеспечения стало частью нашей повседневной жизни. Далее следует сохранение конфиденциальной информации. Ну, про конфиденциальность много говорить не стоит, потому что всем понятно, что это использование программным обеспечением частной и корпоративной информации только с явного согласия пользователя и только для понятных ему законных целей. Ну, и также это защита конфиденциальной информации от взлома в результате атаки. После этого следует надежность. Под надежностью подразумевается предсказуемость поведения программных систем, которые должны обеспечивать в заданном окружении ожидаемое правильное поведение программы. Также отмечается, что оперативность, законность и корректность бизнеса также важны. Оперативность работы группы, сопровождение программного продукта и своевременные консультации пользователей по вопросам безопасности, а также корректность бизнеса компании и разработчика программного обеспечения. Все это является сутью оперативности, законности и корректности бизнеса. Под работоспособностью и полезностью подразумевается то, что программа должна выполнять то, чего от нее ожидают в заданных условиях, а также быть дружественной по отношению к пользователю, что в свою очередь включает в себя быть удобной, иметь комфортный пользовательский интерфейс, а также вести себя разумно с точки зрения житейской и профессиональной логики. Ведь только такая программа заслуживает доверия пользователей. Сама корпорация Microsoft в 2002 году полностью реорганизовала свои бизнес-процессы. Бизнес-процессы разработки программного обеспечения. Наверное, так будет сказать правильнее. Используя новую схему жизненного цикла для разработки безопасных программ, что в переводе с английского звучит как Security Development Life Circle, или в сокращении SDLC. Основная суть данной схемы заключается в том, что происходит проектирование, реализация и тестирование подсистем безопасности на каждом этапе жизненного цикла программы. То есть заниматься безопасностью программы необходимо постоянно, начиная с самых ранних этапов ее разработки. Принципы TWC воплощены во всех новых версиях продуктов Microsoft. Как пример может служить операционная система Windows. Также важно отметить то, что согласно принципам безопасного программирования и схеме жизненного цикла для разработки безопасных программ, безопасность системы начинается еще до ее разработки. Microsoft своей инициативой призвала все остальные компании и индивидуальных разработчиков следовать предложенным ее принципам безопасности. Хотя изначально отношение к ней в мире было достаточно осторожным и даже скептическим. Некоторые принципы, которые следует использовать при разработке безопасного кода. Это принцип минимализации актуальной поверхности программы, принцип минимальных привилегий, а также принцип обеспечения безопасности по дизайну, по умолчанию при развертывании. Что же касается вопросов обеспечения безопасности или, как это еще можно назвать, ранжирования уязвимостей. То есть их выявления. Вопросы обеспечения безопасности и работоспособности системы являются неотъемлемой частью этапа ее проектирования. Требования к безопасности устанавливаются, исходя из уже имеющихся и прогнозируемых угроз безопасности, проводимой политикой безопасности, а также с учетом условий их применения. Внедрение расширений для обеспечения безопасности после того, как система уже разработана, является сложной дорогостоящей процедурой. Поэтому следует с самого начала учитывать требования к безопасности на протяжении всего жизненного цикла систем. Более того, на мой взгляд, следует пользоваться опытом прошлых поколений и, скажем так, ошибок, которые всем известны на просторах интернета при разработке каких-либо программ. Но, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, данная, скажем так, инициатива также имеет определенный ряд проблем. Как уже отмечалось, одной из самых ранних, серьезных, одной из самых серьезных, ну и, наверное, ранних проблем развития данной инициативы, как научного направления, является выработка количественных оценок безопасности, риска при разработке и использовании программ, а также надежности программ. В этом отношении следует отметить работы, благодаря которым впервые в более чем 50-летней практике программирования становится возможным использование реалистичных и практически ориентированных количественных оценок качеств и свойств программ, основополагающих для TWC. Методы таких оценок основаны на методах математической статистики. Также следует подчеркнуть, что без количественной оценки характеристик данная инициатива теряет свое, ну, скажем так, теряет свой научный смысл, ну и практическое значение вместе с этим. Напоследок следует сказать о развитии, ну, о перспективах в развитии безопасного программирования и в целом данной инициативы. Как уже было сказано ранее, мировое сообщество программистов, к сожалению, в целом пока скептически и осторожно относятся к инициативе. Между тем, проблемы с безопасностью и с внешними атаками испытывают программные продукты всех фирм-разработчиков. Примечательно, что чем больше фирма, тем больше атак и сложностей они испытывают. Но вместе с ними также испытывают их пользователи. А Microsoft своей инициативой как бы подает пример остальным компаниям, индивидуальным разработчикам и пользователям. И теперь дело только за ними, за мировым сообществом программистов, которые следует подхватить и развивать данную инициативу во имя общей пользы и во имя безопасности разрабатываемых и используемых нами программ. Ну, в целом это все. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. И Алиев Расул Магомедович. Да, здравствуйте, я здесь. Да, давайте. Так, секунду. Видно? Пока нет. Пока нет. Так. 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 почему-то пытаюсь запустить демонстрацию и она не запускается вы из приложения делаете нет только с приложения давайте перенесем вас на следующий раз начнете в следующий раз вы первый хорошо спасибо да все до свидания всем до свидания до свидания до есть